здравствуйте дорогие ребята меня зовут платонова анна алексеевна сейчас я проведу у вас урок русского языка сегодня мы с вами поговорим о задании номер 14 которое проверяет умение ваше умение слова писать слитно раздельно или через дефис давайте разберемся с этим заданием как писать слова правильно во первых в этом задании нужно уметь для того чтобы его правильно выполнить нужно уметь различать части речи какие части речи могут встретиться предлоги существительные союзы наречия частицы прилагательные местоимения союзы могут писаться слитно или раздельно то есть написание некоторых союз союзов не меняется слитно мы пишем союзы чтобы при том также зачем от того потому всегда раздельно пишем следующие союзы то есть почти что как будто в этом слове учащиеся ошибаются очень часто и почему-то пишут его через дефис она всегда ребята пишется в два слова так как в связи с тем потому что предлоги могут писаться слитно раздельно через дефис вот эти предлоги вы знаете с начальной школы из-за из-под понад поза но это редко употребительные предлоги но вдруг они встретятся в задании слитно обратите внимание какие предлоги пишутся в виду вместо вроде вследствие наподобие и так далее раздельно пишутся предлоги в виде в связи с в продолжении в течение заключение это вот эти предлоги очень часто ребята встречаются заданиях рассмотрим примеры я вам сказала что нам нужно правильно определять части речи допустим вам встретиться такие слова несмотря на невзирая на несмотря на невзирая на если перед нами предлог то мы напишем его слитно например помочь несмотря на трудности предлоги это служебная части речи мы к ним не можем задать вопрос и они не являются членами предложения другой пример говорила несмотря на нас говорила что дело я несмотря на нас это дея причастия а мы с вами знаем что дея причастие как и глаголы пишутся сне раздельно только лишь если они не употребляются без не поэтому строго нужно в первую очередь определить какая перед нами часть речи предлог или дея причастия тогда вы правильно напишите эти слова частицы частицы были же всегда пишутся отдельно частицы даже разве ли вот здесь вот вас могут эти части слов запутать пишутся слитно а еще надеюсь и вы помните такую такую маленькую рифмовку кое-то либо таки к нибудь дефис поставить не забудь эти части пишутся через дефис определим часть речи продолжаем заниматься говорить насчет работы посмотрите ребята мы можем использовать такой способ заменить предлог поговорить о работе звучит правильно грамотно значит перед нами предлог положить деньги на счет положить деньги на что мы сразу задаем вопрос что счет это имя существительное здесь есть еще одна подсказка мы можем поставить какое-то слово положить деньги на твой счет на мой счет то есть это разные части речи и поэтому они пишутся по-разному предлог пишется слитно существительное пишется раздельно таким образом мы приходим к выводу и еще раз говорим о том что нужно определить часть речи определить часть речи нам помогает контекст то есть в предложении только в предложении или в словосочетании мы поймем как же пишутся эти слова данные слова мы их называем еще амонимичными формами слов потому что амонимы это слова которые пишутся слышатся одинаково но относятся к разным частям речи иногда даже имеют разное значение например чтобы тоже также зато при том и так далее все эти слова очень часто встречаются в егэ и в зависимости от того какой частью речи они являются они будут сли писать со или слитно или раздельно рассмотрим еще несколько примеров тоже если пи я пришел в то же время что и она если перед нами по смыслу мы видим местоимение и частица то мы напишем в два слова кстати частицу можно опустить я пришел в то время что и она звучит достаточно грамотно вы тоже надели шляпу тоже в данном случае пишется слитно потому что это союз и мы можем себя проверить попробуем его заменить союзом и и вы надели шляпу то есть таким способом подбирая каждому слову свой способ если это союз тоже также можно подобрать синонимичные и если он меняется то мы напишем его слитно если частица и эта частица она опускается то мы пишем раздельно следствие тоже очень часто встречаются эти слова обратите внимание следствие непогоды мы заменили предлогом из-за из-за непогоды я взял с собой зонт перед нами таким образом предлог который ребята всегда пишется слитно а если это будет существительное с предлога вследствие по делу были допущены ошибки то мы напишем его отдельно это почему так происходит потому что есть группа предлогов она называется производная эти предлоги как раз таки образовались от других частей речи поэтому вы к сожалению их и путаете поэтому можно использовать такие способы проверки чтобы не ошибаться иногда в задании встречаются слова которые нужно написать допустим через дефис или слитно посмотрите слова пол как пишутся вообще они пишутся слова с этой частью слитно кроме одного случая если между пол и существительным есть еще и прилагательный например пол чайной ложки через дефис ребята пишется в трех случаях если после пол идет если идет прописная допустим какое-то географическое название или идет гласная только в этих трех случаях после пол мы поставим дефис наречия в основном они пишутся у нас слитно но есть такое правило если у наречий есть приставочка п по в в суффиксы ому ему их их и то мы напишем их через дефис например одеться по весеннему говорить по якутски посмотрите мы видим приставочку суффиксы сравните идти по весеннему городу выполнить задание по русскому языку это у нас уже прилагательные с предлогами и мы их напишем раздельно посмотрим на задание определите предложение в котором оба выделенных слова пишутся слитно воспитательное значение художественной литературы огромна потому что она действует на мысль так же сильно как так же мы можем опустить частицы напишем раздельно заплакала она от того что саша уже не казался ей таким новым интеллигентным интересным каким представлялся в течение прошлого года от того от чего это будет местоимение с предлогом а в течение ребята предлог который всегда пишется раздельно запомните фаина следила за тем как степан шумно и грузно передвигался по избе чтобы выпить воды и подбросить дрова в печь затем зачем указательное местоимение а чтобы у нас причинный союз на разрезе волнушки выделяется горький белый сок поэтому эти грибы нужно сначала подержать в холодной воде чтобы вся горечь из них вышла это сложно подчиненное предложение с подчинительными союзами и мы их напишем ребята слитно вот он наш ответ ну давайте прочитаем до конца эпоха реакции которая наступила в россии сразу же после восстания декабристов породила людей наподобие печорина посмотрите сразу же пробуем убрать она убирается это опускается это частица значит пишем раздельно наподобие предлог ребята который пишется слитно еще одно задание посмотрим одно и то же событие может оцениваться по-разному тоже события опускается пишется раздельно по разному это наречия приставочка по суффикс ому пишем через дефис сколько бы ни рассуждали критики многие произведения искусства навсегда останутся загадкой для человечества частица бы мы знаем пишется отдельно поэтому мы и опускаем так навсегда наречия которая будет писаться у нас слитно чтобы поправить здоровье можно смело отправиться на алтай поэтому скорее покупайте путевку мы видим что это сложно подчиненное предложение можно смело отправиться с какой целью чтобы то есть это не частица поэтому напишем слитно поэтому тоже мы напишем слитно это союз вам необходимо по-прежнему предоставить отчет в виде презентации предоставить как по-прежнему наречия которая пишется через дефис потому что мы видим приставочку по и суффикс ему в виде предлог который написание которого нужно запомнить и таким образом мы видим что этот ответ нам не подходит можно по-разному объяснять смысл сна раскольникова но поначалу может показаться что перед нами добрый и милосердный человек по как посмотрите объяснять как по-разному приставочка по суффикс ому значит пишем через дефис это наличие но поначалу может показаться поначалу как наречие которое мы напишем слитно дорогие ребята выполняя это задание обязательно правильно определяете часть речи помните о словах амонимов задавайте вопросы подбирайте синонимичные части речи и самое главное не торопитесь и тогда у вас все получится желаю вам успехов